Здравствуйте, друзья! В эфире общественное радио Медиаметрикс Казахстан. Алматинское время 15 часов 00 минут. Нас можно слушать и смотреть в прямом эфире на сайте radio.mm.kz и на нашем канале в YouTube. У микрофона Тимирлан Турегенов. И, естественно, тема сегодняшней беседы – авторское право, а именно авторское право в фотоделе. Поэтому мы сюда пригласили известного нашего фотографа, звезду нашего Facebook Максима Золотухина. Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, Артем! Вообще, это очень, конечно, такая больная тема, и мы с вами уже один раз сталкивались. Но, честно признаюсь, тогда вообще практически прецедентов не было. Мне хотелось бы, конечно, начать с истоков. Потому что, я, насколько знаю вас, вы начинали как музыкант. То есть, то, что я помню. Как басист группы «Блюз Мотель». И потом, вот, когда я уже пришел в соцсети, я увидел, что вы, оказывается, тут активно выкладываете свои фотографии. Причем обалденные фотографии, действительно, пользуются огромной популярностью. Столько лайков, столько слов благодарности. Я читал столько комментариев. Вот как давно пришло вот это вот увлечение с фотографией? Ну, спасибо за такие лестные слова, конечно. Музыка для меня хобби была всю жизнь. Я по образованию профессиональный журналист. Я закончил факультет журналистики Казгу нашего любимого имени Альфа-Раби. Вот, кафедру журналистского мастерства литературного редактирования. И фотографировать серьезно я начал уже, работая в газетах. То есть, ситуация какая сложилась. Фотограф, человек занят, его постоянно нет. Когда фотографа на месте не оказывалось, я брал фотоаппарат, потому что, ну, чуть-чуть в школе все умели фотографировать. Вот, фотографии эти стали публиковать. Со временем я очень сильно в это дело втянулся, перестал писать. И достаточно долго проработал фотокорреспондентом в очень многих и городских, и республиканских, и казахстанских изданиях. Ну, например, какие? Комсомольска, Правда, Вечерняя, Алмата, Гнела, Тау, Караван, Известия. Там, это сейчас только то, что новому пришло, то, что вспомнил. Вот. И последние несколько лет ушел я из журналистики, занимаюсь частной практикой. Ну, грубо говоря, могу работать, могу не работать, могу снимать то, что мне нравится, могу не снимать. А вот конкретно, как происходит вот реализация? То есть, получается, вам заказывают эти фотографии, да? То есть, вам платят за это? Ну, меня больше всего люди знают по фотографиям города Алматы и природы, окружающей нас, Семеричи. Я, конечно, снимаю все, и в репортаже меня награждали многими там премиями. Вот. Но сейчас моя известность, она, в принципе, такая, что, по большей части, это город и пейзажи. И заказывают, естественно, фотографии, и что-то я снимаю наперед, потому что, если мне поступает предложение снять то или иное издание в феврале месяца, например, а его надо снимать в марте, естественно, в феврале это сделать никак не могу, поэтому заранее я стараюсь предугадать возможные желания клиентов. И когда наступают красивые съемочные дни, съемочная погода, я стараюсь как можно больше наработать на будущее. Ну, то есть, у вас какой-то есть свой фотобанк, да? Ну, грубо говоря, да. А я вот, насколько знаю, одно время фотографы выкладывали куда-то на какой-то ресурс, я не помню, как он назывался, что-то, какой-то некий, то ли фотобанкинг, то ли какая-то фото-выставка. Было у нас несколько фотобанков в Казахстане, самый большой был фотобанк КЗ, но сейчас, к сожалению, тенденция такая, это не только наша тенденция, тенденция по всему миру. Рекламный рынок очень сильно упал в целом, вот, и конкуренции фотобанки не выдерживают. Побеждают только те, которые устанавливают самые минимальные цены, вот, и народ по этим ценам, просто фотографы не имеют возможности отдавать туда фотографии. Когда, грубо говоря, там, оценивают твою работу в 30 центов, естественно, никакого желания с этими банками сотрудничать нет, и туда сливают очень старые фотографии, вот, либо снимают фотографии случайные фотографы. Фирма, которой нужна фотография, заходит, смотрит 30 центов, качество их уже не волнует, сюжет их уже не волнует, их устраивает цена. Поэтому все остальные фотобанки, которые работали по нормальным ценам, они, в принципе, более-менее так загнулись. — Ну, я же, естественно, сейчас выступаю как юрист больше. Мне вот интересна такая тема. Вы когда вот свои фотографии, как вы говорите, заливаете, доли или сливаете, выступаете в какие-то юридические отношения с этим сайтом? Что-то подписывали или это как, или это по умолчанию? — Нет, когда работа идет с фотобанком, там, естественно, идет все официально. Заключается договор, обсуждается отчисление, значит, идут перечисления финансовые при продаже. Это все, с этого платятся налоги. То есть, это абсолютно нормальный магазин. — То есть, все формальности соблюдают? — Естественно. Грубо говоря, сдаем фотографии на реализацию, мы заключаем договор. Если реализация произошла, единственное, там по налогам платят налог фотофотобанк. Они эту часть расходов берут на себя. И оставшуюся сумму отдают автору. — То есть, они вам что, прямо присылают бумажную версию, или это идет в электронную? — Это в электронную. Мне приходили в электронном виде сообщения с сайта, значит, такая-то, такая-то фирма для таких-то, таких-то нужд купила такие-то, такие-то ваши фотографии. Сумма покупки такая-то, значит, сумма перечислена на ваш банковский счет. Вот такая вот. — Ну, отлично. — Конечно, конечно. — Вообще супер. И после того, как фотобанки сдохли, вы решили, на помощь пришли соцсети. — Ну, продажи напрямую через соцсети, допустим, я не пишу, что я продаю фотографии. Я показываю, что у меня есть. Любая соцсеть для меня — это рекламная площадка. То есть, потенциальный клиент может зайти посмотреть, увидеть фотографию, если она ему понравилась, он меня находит и спрашивает, сколько это стоит. Я ему говорю, это стоит столько-то для вот этой цели, для этой цели это стоит столько-то. Мы находим общий язык, заключаем договор, он мне перечисляет деньги, я приношу ему все документы, получаю деньги там либо налом, либо по перечислению, забираю все подписанные документы, все довольны. — Ясно. Ну, то есть, получается, продажи идут с вашего личного профиля, не через страницу. Потому что я вот знаю, что на Фейсбуке есть возможности, скажем так, предоставлять свои услуги через страницу, есть еще такой формат, как группа. То есть, в данном случае вы с профиля личного, да, получается? — У меня есть страница моей студии, но там я продвигаю немного другой вид услуг, там я продвигаю услуги фотосъемки непосредственно. То есть, если на моей странице можно увидеть готовые фотографии, на моей личной странице, то на странице студии я показываю образцы, что я могу сделать, и там уже люди обращаются, заказывают съемку, исходя из примеров. — Ну, продолжая роль дотошного юриста, хочется задать вопрос. Вы работаете через ИП, или это… — Естественно, я работаю через ИП. — А, то есть, есть… — Конечно, конечно. Это выгодно и мне, и тому человеку, который покупает у меня фотографии. — Ну, вообще… — Потому что я не являюсь платильщиком МДС, я плачу со своей прибыли 3%, это устраивает и меня, и устраивает того человека, который у меня фотографии покупает, или организацию. — То есть, Максим Золотухин является добросовестным налогоплательщиком? — Естественно. — Который уважает наш налоговый кодекс. Итак, переходим дальше. Ну вот, хорошо, отлично, пошли какие-то продажи более-менее, да, выстраиваются какие-то отношения с потенциальными клиентами. Как вот получилось так, что возникла вот эта вот проблема, что начали нарушать ваши права? Каким образом? Как вы это поняли? — Ну, естественно, пока не было интернета, проблема воровства фотографий, она практически не стояла. То есть, пока люди снимали на слайды, на пленку, пока это все публиковалось в печатных средствах информации. Естественно, проблемы воровства тоже были, где-то что-то переснималось, где-то что-то там у работодателя терялось, где-то там недобросовестный какой-нибудь дизайнер это все использовал по второму разу, но это были, в принципе, единичные случаи. Вот с появлением интернета, естественно, когда каждый может зайти и с сайта скачать фотографию, проблема воровства фотографий стала прямо глобальной. И надо сказать, что рынок вот этот, наверное, ворованных фотографий, его обороты ничуть не уступают рынку легальной фотографии, если не превышают. — То есть, вы хотите сказать, что сейчас нарушения, они приобрели такой системный характер, да? — Да, да, конечно. — А вот вы в курсе, да, что когда вы заходите в соцсети, там есть свои правила? — Естественно. — Использование интеллектуальной собственности, которые, точнее даже информации, которая размещается на вашем профиле, да? То есть, здесь же вы вообще в курсе там вот этих нюансов, вот этих настроек конфиденциальности? — То, что я публикую, я уже сказал, это является моей рекламной страницей, да? То есть, я снял короткую фотографию города на закате, я ее поставил, я подписал договор с Фейсбуком, да, когда я создавал свою страницу, где права расписаны. То есть, я оставлю небольшой водяной знак в адрес своего сайта на этой картинке, и если любая организация или любой человек делает перепост моей фотографии у себя на странице, пусть это либо частный человек, либо это какая-то общественная организация, либо это коммерческая организация, но совершен перепост. То есть, написано, откуда это взято, и фотография в неизмененном виде стоит. У меня нет и не может быть претензий. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы все заходили на мою страницу, но раз уж такая ситуация, то перепост сделан, мои права не ущемлены, фотографию не изменили, не покрасили, ничего не стерли, свой логотип на нее не забабахали. Ну что ж, это все нормально. То есть, вы это все принимаете, правила и говорили? Естественно. А тогда каким образом происходит? Получается, ну ведь технически, насколько я вот даже, как бы не особо сведущий в фотоделе, чтобы, например, использовать вашу фотографию, которая у вас в профиле Facebook, например, есть, использовать ее, я не знаю, где-нибудь в полиграфии, там же качество теряется. Или как это происходит? К сожалению, в наших реалиях на качество уже давно никто не смотрит. Смотрит фотография, стоят деньги, или ее можно скачать бесплатно. И никого не будет интересовать, что в результате получится по качеству. Ее просто сохраняют к себе на странице, к себе в компьютер и запускают дело. И не важно, что она там 6 на 9 сантиметров всего лишь в фейсбуке, в том же, в том же контакте, там чуть-чуть побольше размер, на каких-то сайтах, которые практикуют, там фоторепортажи публикуют, там размер еще больше, но все равно это минимальное качество, которое в лучшем случае можно растянуть на газетную публикацию. Вот. Но людей это не останавливает. И, честно говоря, для какой-то наружной публикации, для наружной рекламы так часто не воруют фотографии, потому что все-таки, ну, когда эти 6 на 9 сантиметров растягивают на 30 метров, несмотря на все наши технические достижения, но все равно видно, что это плохо, что это украденная фотография, и на заказ такую фотографию приобрести невозможно. То есть это удар по тому, кто публикует это прежде всего. Ну, то есть получается, в данном случае в основном воруют только электронные средства в массовой информации? В подавляющем большинстве, да, иногда печатные. Ага, ясно. Хорошо, а теперь тогда самый интересный вопрос. Как вы это все терпите? Что вы делаете для защиты своей? Как вы мониторите эти нарушения? Вообще есть какой-то, я не знаю, какая-то служба мониторинга? Или же наверняка вам, может быть, там ваши друзья или там фанаты? И это тоже. И что вы делаете конкретно? Ну, во-первых, я сам очень много страниц смотрю. То есть, так как не всегда мне удается фотографировать город, поскольку условия освещения и погодные условия не всегда это позволяют делать, то в свободное время я занимаюсь именно мониторингом социальных сетей. я просматриваю, я ищу интересные новинки, новости по фотоделу, там, интересные фотографии от коллег рассматриваю, там, алматинцев, там, зарубежных, там, про выставки читаю. Ну, информация же миллион. Естественно, в процессе натыкаешься на что-то. То есть, фактом воровства, например, я считаю, когда твою фотографию с твоего профиля взяли, сохранили у себя на компьютере, поставили свой логотип какая-нибудь, допустим, организация. Мы всех поздравляем, там, с Днем Города. Браво. Вот такой вот логотип свой, все, про то, кто сделал эту фотографию, ни слова нет, вот, я считаю, что вот это воровство. А вот тогда самый интересный вопрос. Вы вообще знакомы с законом об авторском праве с международных правах? Ну, читал. Читал, в смысле, как? Читал, открыл первую страницу, увидел юридический текст, ничего не понял и закрыл? Или все-таки я недосконально это все понял, поскольку казуистика вот эта юридическая, да, само собой, мне слабо понятно, несмотря на журналистское образование. Вот, но неоднократно общался и с юристами, и с вами. То есть, я отлично понимаю, где наступает воровство и где наступает нарушение моего права. То есть, и даже где-то для себя я там какие-то градации поставил. Я некоторые могу потерпеть ситуацию. Вот прямо с тестом зуба, но потерплю, потому что это важно и надо. Но когда крупная компания, у которой офисы по всему миру шкниет заплатить минимальную сумму для публикации в интернете, потому что для интернета это минимальная стоимость фотографии идет, и публикует это все и потом еще и обижается, называя меня жадиной, жлобом и так далее, зашкнил за фотографию чувак. Вот таким языком идет разговор с пиар-агентством. Но это обидно становится. Тогда уже начинаешь писать, фирма такая-то, такая-то, вот отсюда украла вот эту фотографию. Я не понимаю, почему они не могут заплатить. И тогда развивается скандал в интернете, потому что очень много людей начинает моментально поддерживать. тема плагиата сейчас очень больная. А ситуация же какая? То есть, если кто-то взял мою фотографию, убрал мое авторство, убрал мою подпись, получается, что он выдает ее за свою. По логике вещей. То есть, он не пишет, кто автор, а подразумевается, что если кто-то публиковал, значит, он автор. Правильно? И там народ просто сильно очень впрягается и просто потом эта фирма звонит, извиняется, предлагает там чего угодно. Я говорю, ничего не надо, есть стандартная цена для этой фотографии. Вот давайте, вот приезжает пусть ваш человек, мы все оформляем документы, договоры, все, и давайте в следующий раз работать цивилизованно. Потому что ущерба вы сейчас получили в сотни раз больше, чем вы заплатили эту несчастную сумму. Ну, то есть, получается, вы ни разу не переводили разрешение этого конфликта в юридическую плоскость? Всегда почти удавалось решить проблему в досудебном порядке. То есть, даже не привлекая юристов. Ну, вообще, когда разговаривают нашим юридическим языком, досудебный порядок это обычно тогда, когда поступает официальная претензия. Вот даже еще до этого. То есть, да, получается до этого. То есть, вы используете все-таки механизм соцсетей, так сказать, стыдите. Ну, грубо говоря, да, приходится делать так. Все обычно заканчивается чем? То есть, у нас, когда я вижу свою фотографию или фотографию моего коллеги, да, то есть, я точно знаю, кто эту фотографию снял, я ему, естественно, тоже посылаю, как и мне присылают эти фотографии, которые точно знаю, что я сделал. Механизм какой? То есть, есть три варианта решения проблемы. Либо убрать со своей страницы, либо подписать, либо оплатить. То есть, я как автор уже решаю, какой из этих трех для этой фирмы применить. То есть, я не богаче, чем там корпорация всемирная, правильно? Ну, понятно. И в этом случае я не повышаю цену, хотя они заплатят любую, лишь бы я убрал вот эти свои дела. С моей страницы они же не могут убрать это. Ну, понятно. Но я никогда не повышу цену. То есть, есть фиксированная цена, с которой я хорошо знаком еще по работе с фотобанками. То есть, есть всемирная система оценки фотографий. Каждая фотография для определенного вида стоит столько-то. Есть там определенные нюансы. Так-то складывается. Но, в общем, есть какая-то калькуляция определенная. Давайте раскроем все-таки, может быть, карты, если это возможно. То есть, минимальная цена. То есть, о какой сумме мы можем говорить, от чего мы должны отталкиваться, для того, чтобы, например, использовать фотографию самого Максима Золотухина. Я назову цену в долларах, поскольку все фотобанки, они работают в долларах, именно эта всемирная система. И цены пришли оттуда. То есть, стоимость фотографии для интернет-использования колеблется от 10 до 20 долларов, в зависимости от размера изображения. То есть, ну, смешно устраивать, да, вот эти показательные корки людям, которые не могут 20 долларов заплатить за то, что у них на сайте стоит на главной странице, пусть даже 2 дня, эта фотография. Ну, смешно. Подождите, ну, то есть, получается, вот, давайте представим такую ситуацию. Ну, хорошо, вы очень известны, да, фотограф с именем. Что делать, скажем так, молодому начинающему фотографу, который там купил хорошую камеру и начал выкладывать, и у него начали воровать. То есть, наверняка, возможно, даже с ним и разговаривать не будут. Я потому что видел разные такие случаи в том же Фейсбуке, когда там кто-то выкладывает и говорит, вот, мои фотографии использовали, и начинается троллинг с той стороны, типа, а ты вообще кто такой, а как ты докажешь, так далее, там подобное. Что в данной ситуации, да, что делать? Доказать свое авторство не так сложно, то есть, сейчас все, как правило, фотографы фотографируют в формате RAW, если у меня есть этот формат RAW, который является цифровым негативом, где прописан номер камеры, номер объектива, там все прописано. То есть, я говорю, что вот у меня есть вот этот исходник, вот, пожалуйста, скриншот этого исходника, где все это записано, вот она камера, вот этот номер. Естественно, в суде точно так же идет доказательство. Вы советуете, скажем так, другим фотографам, там, молодым, начинающим или известным обращаться к услугам юристов? Или же, или же все-таки можно использовать, там, способы пристыдить, поднять шум до небес и так далее, там подобное, и опять же, пусть они заплатят всего лишь, там, 20 долларов. Все люди разные, у всех разные, мотивы. Я думаю, что если не помогает элементарно вот это обращение на страницу той фирмы, которая занялась вот этим воровством, тем более, это, ну, сейчас один очень важный момент, как правило, сама фирма-то и не занимается этим. Естественно, фирма готова заплатить там сколько угодно, но есть конторы, которые занимаются там, СММ, да, вот, есть там дизайнеры какие-то, которые работают за копейки, у этих фирм есть бюджет, которые не хотят тратить на покупку фотографий, сидит этот мальчик или девочка-дизайнер, что-то где-то увидел эту фотографию, стыренную уже давным-давно, которая болтается там, поставили ее и все. То есть я так думаю, что все-таки это проблема не фирм, а тех людей, которые принимают готовую продукцию у своих, как их называть, у своих подрядчиков, то есть подрядчик должен предоставить все гарантии, что эта фотография чистая, чтобы не было никакого скандала. И более того, я уверен, что когда у меня идет вот этот вот не очень хороший разговор с крупными компаниями, в следующий раз, когда принимать они будут, работают, они сто раз проверят. И то есть тем самым я вношу хоть какой-то позитивный вклад, да, вот в развитие правовое. Ну, отлично. Поэтому у каждого из фотографов в такой ситуации есть, естественно, несколько выходов. Если он хочет обращаться в суд и решать все это по суду, это полное его право, и никто его не может остановить. Другой вопрос, что, допустим, лично у меня, я точно знаю, что нет времени бегать по судам, я не знаю, насколько затянется это разбирательство, кто меня будет представить, как я, я механизм вот этот не знаю, поскольку я не обращался. То есть мне проще на самом деле не обрубить концы все с этой фирмы, тем более, что это не конкретно тот человек, который ведет эту страницу, проще решить этот вопрос полюбовно, чтобы в следующий раз ко мне обращались, зная, как я работаю. Ну, ясно. То есть вы не идете на обострение на обострение. Не люблю я этого. Хотя несколько раз было, возможно, несколько раз я был на грани. Последний пример очень хороший. Очередную мою фотографию украли и оформили ей донервную. Вот, я пришел это все дело увидел, мне кто-то сказал, я проехал мимо, пришел, сфотографировал. И тут уже идти мне к хозяевам абсолютно не хотелось, я уже хотел подавать в суд, но по распоряжению Акиму эту донервную снесли. Не успел, я честно. Спасибо, Акима. Итак, я хочу напомнить, что вы слушаете общественное радио Медиометрикс Казахстан. Мы выходим в прямом эфире на сайте радио ммм.кз. Видеотрансляцию нашей беседы можно также найти на нашем канале в Ютубе. У микрофона Тимирлан Тулигенов и мы продолжаем очень интересный и полезный разговор с самим Максимом Золотухиным, который сейчас нам с вами делится своим опытом отстаивания своих авторских прав на фотографии. Итак, вот самый интересный момент, Максим. Вы же понимаете с другой стороны, что если нет судебной практики, то соответственно и закон не будет изменяться. Он не будет изменяться в сторону нахождения каких-то новых механизмов защиты. Он не будет меняться опять же в ту сторону, чтобы, например, появлялось как много больше специалистов, именно юристов по защите авторских прав. Потому что, к сожалению, очень часто происходит, я вот просто по своему опыту могу сказать, что человек, да, он возможно его глубоко возмущает, что нарушает его права на фотографию, на музыку, кто-то украл, да. И он приходит к юристам, но он почему-то приходит к юристам и не думает о том, что это люди, которые предоставляют тоже услуги. Естественно, когда они слушают сколько стоят эти услуги, человек тоже учился, 5 лет тратил на то, чтобы получить эти знания, и естественно, ему нужна практика. И вот этот потенциальный, скажем так, истец, он отказывается от этих услуг. И в итоге происходит ситуация такая, смешная. Факт есть, нарушение есть, процессы нет, да? Да, самое интересное, я помню, был момент, когда наши артисты поголовно решили вдруг поступить на юридический факультет. Я просто помню, как они получали свое второе высшее образование, появлялись в институте только на какие-то праздники корпоративы этого института, и тем самым там, то есть, песнями отрабатывали свои зачетки и так далее, и тому подобное. И очень часто происходит там, когда человек приходит ко мне, например, консультироваться, говорит, слушай, нарушили, не нарушили, и при этом так гордо заявляет, говорит, а ты знаешь, я же тоже юрфак закончил. Смешно с одной стороны, но проблема опять-таки все-таки состоит в том, что если есть системные нарушения, то мы же ведь тоже должны системно подходить к защите, потому что когда вот мы сидим на различных круглых столах, когда приходят творческие люди, говорят, вот нарушают наши правила, естественно, сотрудники, специалисты Министерства юстиции говорят, ребята, мы готовы менять закон, мы готовы идти в ногу со временем, но у нас нет юридической практики, вы же не подаете в суды. Хорошо, вот, например, вы более-менее там, скажем так, немытьем, так катанием разобрались со своими правами, хотя, ну, насколько я слышу ваш язык, все-таки, конечно, знание авторского права, оно такое, очень поверхностное, и в любом случае, я знаю, что вы можете позвонить любому юристу, в том числе и мне, и мы там вас можем проконсультировать просто по старой дружбе и прежде всего из уважения к вашему творчеству. Но с другой... Троеугольный камень-то фотографии, авторское право на фотографию возникает в момент ее создания, то есть, когда я нажал на кнопку, тогда авторское право мое на эту фотографию конкретно родилось, а дальше тоже алгоритмы там совершенно другие. Другой вопрос, что как бы нужно, во-первых, чтобы люди узнали, что действительно это ваше произведение, вы наверняка у вас вольно-невольно была какая-то целая программа по своему промоушену, и все узнали, что есть бренд Максим Золотухин. А в данной ситуации я исхожу из потребностей скажем так, других фотографов, других творческих людей, которые идут вот за такими, как вы, чтобы тоже повысить свое мастерство. И в то же время им же тоже обидно, они впервые сталкиваются, когда воруют. И тут даже вопрос, действительно, я согласен с вами, не в деньгах, а в принципе, ну как это так, человек берет фотографию и говорит, нет, это я сделал. Очень часто еще и автор заявляет о том, что это его фотография, на страницах начинает усменивать, говорит, да кто ты такой, ты сейчас хорошую фотографию админы нашли где-то, сама формулировка, админы нашли замечательный снимок, а ты пытаешься авторство себе приписать. Да такое бывает. Это очень обидно. Пожалуйста. В этом случае, конечно, судебный процесс это будет и показательная порка, и полезно всем, и автору пополнить, скажем так, свое и финансовое, и моральное, да, там, благополучие. Удовлетворение, да. И той фирме, это спасет ее в дальнейшем от более глобальных попаданий, от более глобального воровства. и с другой стороны. я могу рассказать, что, к сожалению, да, тот раз, когда вы обращались первый раз, я просто не знал, то есть, как вам помочь на тот момент, но в следующий случай, есть такой фотограф, Гордеев, он обратился к нам, один известный журнал использовал ее фотографии, тоже не указал его имя, мало того, когда он пришел сам разбираться, юрист этого заведения, этого журнала, видимо, у него специализация была, уголовное право, так он дошел до того, что он стал обвинять фотографа в том, что вы вымогаете, и ваши действия могут быть квалифицированы как вымогательство, это вообще смешно. И нам пришлось подавать в суд, и, к счастью, суд был на нашей стороне, мы в первой инстанции выиграли, во второй, то есть какие-то деньги заплатили достаточно хорошие, и самое главное, что прецедент состоялся, поэтому я думаю, что сейчас именно фотографы, послушав ваши советы и зная, что все-таки есть уже судебный прецедент, они могут быть хотя бы, по крайней мере, где-то в душе быть уверены, что их фотоискусство будет защищено. Посмотрите, какая ситуация, допустим, если я начинаю предъявлять кому-то что-то, то есть в плане воровства моих фотографий, мне начинают говорить, да вы что говорите, да, ну, да, автор, ага, а мы эту фотографию в открытом доступе взяли, и, значит, нас ничего не волнует. Я говорю, вы юрист? Он говорит, нет, я не юрист. Сходите к юристу своей компании и вместе почитайте закон об авторском праве. После этого мне звонят, перезванивают и предлагают вот эти как раз-таки три варианта, удалить, поставить авторство или оплатить. Ну, кстати, вот, Максим, я думаю, наверняка мы можем очень гибко подходить к сотрудничеству с вами, не выставляя там какие-то сразу большие финансовые требования. То есть, вообще, по большому счету, творческий человек не должен сам идти и доказывать, что он является там, скажем так, автором. У меня был просто смешной, к сожалению, случай, когда использовали мелодию самого Куата Шелебаева, который написал легендарную «Отанана». Взяли его мелодию, используя одном ролике, и когда он сам пришел в эту компанию, ему говорят, а вы докажите, что вы композитор? И он бедный, вместо того, чтобы позвонить мне или какому-нибудь другому вернее, он пошел в авторское общество, где попросил справку, где указали, что да, Куат Шелебаев является композитором. То есть, это нонсенс. Я думаю, все-таки мы должны переходить на такие отношения, когда каждый должен заниматься своим делом. Если нарушили ваши права, вы просто даете команду своему юристу, который работает с вами на дистанции, он сразу готовит претензию, отправляется претензии, и там уже люди без всяких разговоров четко понимают, что да, дело серьезное, нужно отвечать. Как вас устраивает такой механизм работы? Смотрите, прежде всего претендент, о котором вы говорите, он был с печатным средством массовой информации. Когда только заходит дело про интернет, если нет скриншота заверенного нотариально, то уже тяжело доказать, потому что когда начинается серьезный разговор, в крайнем случае уберут эту публикацию, заменят фотографию, ты уже ничего не докажешь. В этом плане, вот смотри, да, в этом плане, конечно, с печатным средством все нормально. Давно у меня была мысль, что в принципе общество по защите авторских прав может создать нечто вроде скорой юридической помощи для фотографов, куда фотограф любой, естественно, то, что вы предлагаете, по сути, может написать, сказать, вот по такому-то адресу в интернете, произошло воровство моей фотографии. Сразу же должен выслать подтверждение, то есть RAF файл, вот этот вот, который подтверждает авторство, где все параметры камеры все прописаны, чтобы это было не голословное обвинение. И тогда уже это письмо может автоматически считаться, да, обращением. И тогда уже юристы начинают все вот эти операции, снятие, значит, доказательная база, да, скриншотов, заверения их там нотариальные и так далее. Потому что, как правило, пока дело доходит до юриста, следы все почищены, уже ничего нет. То есть доказать, что тебя обманули, там, обхаяли, оскорбили, практически невозможно. Если фотограф сам начинает выяснять отношения. И очень многие начинают же тоже с оскорблений прямых. Ну да, да, да. Вот. То есть, старой, не это не нравится, там, пока суть дела, там, допустим, два дня идут разговоры, это все провисело, функцию своего материала с этим снимком выполнил, и его совершенно смело удаляют. Все, фотограф ничего доказать не может, а функцию он все равно отработал. То есть, ее фотографию использовали, фотограф ничего не получил, кроме негативных эмоций. я вас хочу огорчить, с одной стороны, в том плане, что у нас авторские общества, им по закону запрещено, то есть, они не имеют права работать в интернете. То есть, они в основном работают только с телерадиокомпаниями, они работают с ресторанами, работают с концертами, каким-то площадками. Это больше музыка, получается. Я согласен, но в любом случае авторские общества, они работают на основе государственных аккредитаций, в которых четко определяется. И вообще, зона именно интернета, это прежде всего зона либо самого автора, либо организации коммерческой, которая управляет его правами. Например, что касается музыки, то в основном там работают именно музыкальные издательства. Вот я думаю, что в принципе мы можем выработать какой-то механизм, тем более, я считаю, что то, что у нас казахстанский рынок, он небольшой, в этом есть очень большой плюс. То есть, мы можем очень быстро навести порядок, по крайней мере, на своем рынке. Это во-первых. С другой стороны, уже есть судебные прецеденты, когда скриншоты использовались в суде как доказательство. Поэтому, я думаю, с этим проблем не может быть. То есть, вам не нужно заниматься разборками какими-то. Вам достаточно сделать эти скриншоты и просто предоставить юристу. А там он уже... Ну, я неплохо владею фотошопом, могу этот скриншот подделать. Могу подделать, могу подделать, могу подделать, никто не заметит. Вопрос в том, что, какая разница, есть, в конце концов, я не знаю, институт судебной экспертизы и т.д. Они кому обратятся? К дизайнерам, которые не найдут следов. Хорошо, но с другой стороны, вам смысл. Мы же исходим не от того, как на кого-то наехать, не по теме, как говорится, а мы все-таки исходим от, скажем так, добросовестных истцов. То есть, действительно, нарушили ваши права. Я просто не вижу смысл поднимать эту буч и потом слушать вот эти вот, читать эти беспонтовые, извиняюсь за выражение, комментарии, когда там вот эти вот диванные критики начинают обзывать, троллить и вообще, то есть, это очень неприятная тема. Поэтому, все-таки, я использую, так сказать, нашу программу не только для того, чтобы рассказать о том, какие есть способы защиты, но и, опять же, призываю к сотрудничеству. Может быть, действительно стоит, я не знаю, там, какое-то сообщество фотографов и мы, юристы, просто помогали бы, потому что... Надо сделать так, чтобы каждый фотограф знал конкретно, что вот оно случилось, вот он увидел. Вот он телефон, обращайся. Вот он телефон, вот он сделал эти скриншоты, отправил все, вот моментально. Смотрите, ведь по нашему закону получается любая страница в интернете приравнена к средству массовой информации, так ведь? Не страница, а любой сайт является средством массовой информации. Именно сайт, то есть моя страница в ВКонтакте, грубо говоря, или в Фейсбуке. Нет, ну почему? Тот же Фейсбук, хорошо, хорошо, тогда к ним же правильно применимы все те же законы, которые применимы к средству массовой информации. Если это идет вещание на территории Казахстана, здесь действуют законы Казахстана, поэтому я не вижу проблем. есть сайты, которые занимаются фотоисториями, допустим, наш знаменитый Box Populi сайт. Там идет, значит, тоже они ставят свой вот этот знак и написано «не допускается перепечатка без согласования с редакцией», или там допускается без согласования с редакцией не более чем четыре фотографии. Народ простой, частный, на это дело забивает, он видит, ах, какая красивая фотография, срезал этот водяной знак, он ему мешает, поставил, другая контора увидела эту фотографию, взяла, использовала, они же попадают, правильно, под нарушение, как и СМИ, как и любое СМИ. Вот здесь очень интересный момент. Авторское право это частное право. То есть ситуация такая, например, если вы нарушили ваши права, а вы вообще не знаете, что такое авторское право, естественно, вы никак не можете подать суть. А в смысле, вы не подаете. Если я знаю, вижу, что нарушаются ваши права, я не могу подать. Кроме автора, никто это не знает. Нет, если вы не выдаете мне соответствующие полномочия. Поэтому тут, наверное, все-таки нужно все равно заниматься каким-то неким всеобучим, чтобы творческие люди хотя бы в общем плане знали основные статьи авторского законно об авторском праве, понимали, где они нарушаются, где наоборот они могут на этом заработать. Все-таки авторское право это прежде всего предпринимательское право, поэтому мы больше стремимся помогать творческим людям, чтобы они зарабатывали. Другой стороны, если действительно вот, как вы сказали, правильно выстраивать отношения с потенциальным пользователем, заключая договора с ним, то юристу легче всего потом защитить его интересы. Может быть это какая-то конференция должна быть, юристов и фотографов, допустим, конкретно вот вы там и два человека, которые с вами будут работать в этом направлении, собрали человек 20-30 фотографов активных в интернете, там же на этой конференции все рассказали, на этой же конференции подписали договоры, что я предоставляю право представлять в случае в суде, в случае воровства, и уже оперативно реагировать, то есть какая-то такая схема, думаю, что давайте организуем. Но я вот в ближайшее время сейчас собираюсь читать лекции открытые, серии, там, три лекции по вечерам, вечерние лекции, там, понедельник, вторник, середа, где как раз готов к такому диалогу, это один вариант, другой, действительно, вы можете собрать своих друзей фотографов, я готов прийти, и мы действительно, я не знаю, на словах или на бумаге заключим какой-то меморандум, и давайте действительно защищать свой рынок, защищать действительно фотограф. Потому что, когда я буду сигнализировать о нарушении своих прав, получать либо финансовую выгоду с этого, либо моральную выгоду, неважно, но я бы не хотел сам ходить по этим судам, что-то там, вот эти нюансы все, перенесли свидетель, не пришел, и так далее, ну, зачем мне это надо? Естественно, каждый должен заниматься мою работу, да, моя работа стоять на крыше, фотографировать закат. Ну, что ж, время нашей беседы подошло к концу, я напомню, что в студии общественного радио Медиаметрикс сегодня был сам Максим Золотухин, наш очень известный фотограф, звезда нашего фейсбука, и мы сегодня говорили об авторском праве в фотоделе. Слушайте и смотрите наши передачи на сайте radio.mm.kz и на нашем канале в ютубе. А с вами был Тимирлан Тулегенов. На сегодня все. Пока. Пока.